Продолжение следует... Продолжение следует... Вывод о том, что два наших первых вебинара... Сегодня я напоминаю, у нас победитель нашего конкурса, Анастасия Пахорукова. Оба наших победителя выбрали темы, связанные с квестами. У нас уже была тема, посвященная веб-квестам, и сегодня у нас тема, которая будет посвящена информационно-библиотечным квестам. Библиотечно-информационным, прошу прощения. Как всегда, для тех, кто впервые у нас, вот мне придется сделать еще раз эту запись. Я сейчас в чат делаю запись с тремя полезными ссылками. Первая ссылка ведет на наш сайт DirectAcademia.ru, и на нашем сайте все еще, несмотря на то, что мы неумолимо движемся к концу учебного года, все еще впереди у нас примерно полтора десятка вебинаров, на каждой из которых вы можете зарегистрироваться прямо сейчас из нашего расписания. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нашем видеоканале, я хотел бы сказать, хранятся записи всех наших вебинаров. Их уже более трехсот записей вебинаров, и сегодняшняя запись тоже попадет на этот канал. Поэтому подписывайтесь на наш канал, и будете всегда в курсе того, что происходит в DirectAcademia и в компании DirectMedia. Ну и, наконец, третья ссылка ведет на страницу нашего сайта, посвященного онлайн-курсам. Те из вас, которые интересуются онлайн-обучением и онлайн-контентом, а также вопросами, связанными с тем, что происходит в издательском мире, в мире медиа, заходите к нам, у нас пока четыре курса представлены, и мы готовы их, мы, это компания DirectMedia, готовы их провести для ваших вузов, для ваших юридических лиц. Ну, а если будет вас много, то и для физических лиц, в форме для физических лиц с большим удовольствием. Вот, я думаю, что к осени число наших авторов серьезно пополнится. Сейчас у нас всего четыре курса, но мы уже ведем переговоры еще с четырьмя-пятью, даже большим количеством авторов. Я думаю, что к осени у нас как минимум удвоится количество наших курсов. Вот, ну и, наконец, информация о тех вебинарах, которые предстоят нам. Давайте я вам приведу информацию о двух следующих вебинарах. Один из них уже совсем скоро, завтра, и этот вебинар проведу я. Будет он посвящен геоинформационным системам использования интерактивных карт в обучении. Это опять будет не информационный, а обучающий вебинар, то есть после него вы сможете пользоваться одним из геосервисов. Ну и второй вебинар будет 18 в понедельник. Наша постоянная ведущая Марина Орешко проведет вебинар на тему «Библиотечные видео», «Буктрейлеры» и «Видеолекции». Ну вот и все. Моя вводная часть закончена. Я теперь предоставляю слово нашему сегодняшнему спикеру Анастасии Пахаруковой, чтобы она провела сегодняшний вебинар. Анастасия, прошу. Уважаемые коллеги, как верно заметили, последние вебинары часто посвящаются именно квестам. Это достаточно модная тема, и многие мероприятия, которые проводит как наша библиотека, так, наверняка, и ваши библиотеки, проводятся в форме квеста. Тем не менее, модное не всегда означает хорошее или подходящее для наших целей и задач. Так, слышим треск, пишут у нас. Хорошо. Итак, что такое квест? Какое нам дается определение квеста? Это путешествие к цели через преодоление препятствий. Чаще всего мы обращаем внимание на первое слово, на путешествие, но пропускаем остальные. Анализ литературы, вы увидите на экране список журналов, в которых публиковались прямо готовые сценарии тех или иных квестовых игр, показывает, что, несмотря на популярность, не все правильно себе представляют, как должен выглядеть квест. Очень часто превращают в викторины, просто размазывают их по разным помещениям библиотеки. Часто дают очень простые вопросы, соответствующие заявленному возрасту участников. Самая распространенная ошибка – это большое количество библиотекарей, задействованных в квесте. Предположим, мы берем квест, который идет по шести станциям. Обычное путешествие по станциям. На каждую станцию мы ставим сотрудника, плюс, как минимум, один сотрудник сопровождает команду участника. А если несколько команд участников, число людей постоянно увеличивается и растет. И не все библиотеки могут позволить себе проводить такие мероприятия. Как выглядит типичный квест, проводимый в библиотеке? Как правило, это маршрут, путешествие из точки в точку, из зала в зал. В каждом зале команду встречает, или несколько команд встречает сотрудник, да и выдает им задания, проверяет ответы и отправляет их дальше. Но единственный вариант, есть ли другие способы организовать квест, сделав его более интересным и более подходящим для нашей с вами библиотечной деятельности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я составляла такую интеллект-карту. Здесь вам наверняка не очень хорошо видно, это просто для того, чтобы вы оценили масштаб работы. Выписаны все знания по квестам, все варианты их проведения, все необходимые нюансы, которые следует учесть, которые я смогла найти как в профессиональной литературе, так и в смежных. Например, в работе квест-комнат, в работе городских квестов. И сегодня мы пройдемся с вами по этой схеме и попробуем собрать те характеристики, учесть все те нюансы, которые позволят сделать нам полноценный библиотечно-информационный квест, идеально вписывающийся в формат библиотечной работы. В первую очередь разделим наш квест на три составляющих. Они все одинаково важны и нельзя сказать, что какую-то из них нужно выставлять вперед. Это организационная составляющая, например, регламент квеста, положение о квесте, собственно, продуманная форма, формат участия. Следующая составляющая – сюжетная. Сюжет – это та история, которую перед собой видят участники. Обычно мы берем в качестве сюжета какое-то произведение, какого-то автора, произведение одного автора, может быть, его биографию. Иногда поводом для квеста являются какие-то праздники. Ну и, наконец, третья составляющая – квестовая. Это, собственно, те задания, которые мы выдаем для наших участников. В каком формате они подаются? Какой дополнительный реквизит, материалы, распечатки нам будут нужны? Как мы будем их оценивать? Насколько они будут сложны? Если посмотреть немного подробнее, то эти три составляющие можно расписать следующим образом. Организационную я делю на 6 пунктов, сюжетную на 4, ну и квестовую – бесконечное количество вариантов. В интернете можно найти множество пособий по тому, как придумывать задания для квеста. Поэтому сегодня на этом останавливаться не будем, хотя несколько вариантов, возможно, в процессе я вам предложу. Обратим сегодня внимание в первую очередь на организационную составляющую и немного затронем сюжетную. Ну, а сейчас для того, чтобы немножко начать наш диалог, скажите, пожалуйста, когда вы сами проводите квесты, а я не сомневаюсь, что вы тоже проводите такого рода мероприятия, с какими проблемами вы сталкиваетесь в первую очередь? Итак. Надеюсь, треск уже прекратился. Как я говорила в профессиональной литературе, часто прописано большое количество сотрудников. Не для всех библиотек, особенно для сельских, для маленьких каких-то. Большое количество сотрудников выставить на мероприятия сложно. Не у всех есть подходящее помещение. Так, вы проводите в электронном формате, поэтому особых проблем нет. Да, электронный формат заслуживает внимания, но иногда же хочется чего-то живого, настоящего, то, что проводится вот прямо здесь и прямо сейчас. Чаще всего, конечно, наши квесты рассчитаны на детей. Но существует вот так же профессиональная литература, если сделать обзор, вы сможете найти квесты и для взрослой аудитории. И там сложность вопросов будет занижена. Они будут слишком легкие. Конечно, мы хотим, чтобы все участники прошли наш квест и получили удовольствие. Но предельный уровень сложности – это очень важно, чтобы люди почувствовали, что они преодолевают препятствия, потому что без вот этих вот препятствий путешествия к цели не получится. Так, как организовать все так, чтобы не было толпы в одном зале, а в других было пусто? Ну, опять же, а зачем нам занимать все залы? Иногда, да, нам потребуется не одно помещение, но несколько, если вы соберете много участников. Но при этом мы избежим толпы, мы избежим того, что кому-то будет не хватать каких-то материалов. Не будет у нас людей, которые бегают туда-сюда по библиотеке, отстав от своей группы и пытаясь ее наверстать. Итак, вижу, что других вариантов ответа пока нет. Оценка сложности заданий. Иногда нам кажется, что задания сложными, а их разгадывают моментально. Да, вот это как раз то, о чем я и говорила. Нужен предельный уровень сложности. Как вычисляется предельный уровень сложности? Только тестом на подобную аудиторию. То есть вы выбираете какого-то человека, это может быть ваш знакомый или ваш сотрудник, лучше не сотрудник, конечно, примерно такого же возраста, примерно из этой же аудитории, и даете ему задания для решения. Если он их решил слишком быстро, значит, задания недостаточно сложные. Ну и к тому же мы же всегда оцениваем задания со своей точки зрения. Нам всегда немножко недооцениваем участников, а им это не нравится. Итак, первое, с чего мы начнем, это выбор типа квеста. Всего три вида квеста. Существуют это локационный, информационный и артефактный. Локационный это привычная нам игра по станциям, когда мы перемещаемся из одного зала в другой зал, и в каждом из них отвечаем на вопросы. То есть это такая самая типичная форма проведения. Второй вариант квеста информационный. Информационный предполагает, что мы работаем с информацией. Это может быть книга, это может быть интернет-сайт, это могут быть те же самые веб-квесты. То есть здесь у нас намного важнее источники информации, чем помещение, где проходит квест. И последний вариант это артефактный. Артефакт это любой предмет. То есть артефактный квест строится на взаимодействии с предметами. В библиотеке какой у нас главный артефакт? Конечно, это книга. Гораздо интереснее артефактные квесты проводить в музеях. Например, поиграть в рестораторов картины. Где-то стереть краску, где-то, может быть, раскопать в кусочки глины игрушечный скелет динозавра и так далее. Вот это артефактные квесты. Для библиотеки они подходят в меньшей степени. Локационные квесты требуют, в свою очередь, больших пространств или большого количества точек на маршруте. Поэтому они хороши для прогулок по городу. То есть туристические агентства, может быть, ваши городские информационные центры скорее всего работают именно с локационными квестами, когда нужно попасть в какую-то точку города и ответить там на вопросы или выполнить несложные задания. Для библиотеки все-таки больше подходит информационный квест, потому что он предполагает собой работу с информацией, работу с книгой. Как раз это еще одна проблема, которая часто встречается в литературе. Мы пишем сценарий квеста и упоминаем, что по тематике квеста создается книжная выставка. И все. На этом роль книги в квесте окончена. Выставка является обычной декорацией. Согласитесь, что это немного неправильно. Было бы интереснее, если бы книги играли непосредственную роль в наших заданиях. Следующий вопрос, который я вам задам, это мотивация. А как вы мотивируете участников проходить квест и проходить его до конца и стараться победить? Конечно, очевидный вариант это призы от спонсоров, которые вы можете вручить победителю. А если нет спонсоров? А если вы не хотите мотивировать чем-то материальным? Предложите, пожалуйста, в комментариях ваши варианты, как можно заинтересовать участников, неважно какого возраста, пройти задание до конца. Призы в том числе имеют значение. Но давайте договоримся. Призы будут не от спонсоров. Это будет что-то нематериальное, что может предложить библиотека. И при этом очень и очень желанное. Так, мотив, игра. Прекрасно. Это очень хороший мотив, про который забывают. Игра чудесна сама по себе. Это интрига. А чем она закончится? А как достичь цели? Так, просто первое место. Но просто первое место этого недостаточно. Нужно же как-то подчеркнуть, что именно эти люди победили. Книга как подарок. Да, хороший вариант. Бесплатное пользование интернетом в библиотеке. Сертификаты на ксерокопии. Библиотечная услуга. Новые знания. Да, сами по себе хороши. Но нужно добавить что-то еще. Соревнования. Да, соревнования это стимул. Конкуренция всегда является одним из мощнейших мотиваторов. Если люди видят своих соперников, если они стараются их опередить, возможно, им не потребуются и другие награды. Грамоты, сертификаты, дипломы победителей. Селфи с редкой или нестандартной книгой, которая не стоит в общем фонде. Замечательная идея. Вот такой на моих занятиях еще не было. Золотой читательский билет. Да, тоже прекрасный вариант. Могу предложить вам еще один. Персональная выставка читателя. Любимые книги Иванова Ивана Ивановича. Так, призы, интриги, конкуренция. И еще один, четвертый вариант. Это взнос участника. Это мотивация от противного. Когда участники за то, чтобы принять участие в квесте, достать членами одной из команд, сами приносят в библиотеку какой-то читательский взнос. Например, принеси в библиотеку новую книгу, чтобы стать участником. Этот принцип обычно используют и квест-комнаты. Для того, чтобы зайти в квест-комнату и стать участником какой-то игры, можно заплатить деньги. Наши с вами читатели могут сделать взнос книгами. Так, по договоренности с учителем, оценки по предмету в школе. Тоже хорошая идея. Я себе запишу. Таких вариантов у меня еще не было. Итак, с мотивацией мы немного разобрались. Мотивация может быть, конечно, не одна, а несколько. Например, и приз, и интрига. Но практика показывает, конечно, что сильнее всего работает конкуренция, когда участники видят своих соперников и стремятся за ними. Следующее, что мы с вами обсудим, это маршрут. Маршрутом обычно в квестах называют не путь, по которому идут игроки, а способ выдачи заданий. Их бывает тоже четыре. Самый простой – это линейный. Все участники получают задания в одном и том же порядке. И задания они получают одновременно. Если это локационный квест, то они проходят из одной в комнату в другую. Все команды строго по одному пути. Если это квест артефактный, все получают одни и те же предметы в руке. Линейный вариант очень сильно подстегивает конкуренцию, потому что вы идете плечом к плечу. Но не всегда он удобен для организации. Особенно, когда нужно выдать каждому участнику по книге, а участников вас на квест обрось 20, 30 или даже больше. Одинаковых книг в библиотек такое количество не всегда может найтись. Следующий вариант маршрута – это последовательный. Все участники получают задания в собственной индивидуальной последовательности. Например, первая команда идет 1-2-3, вторая команда идет 1-2-3-1. И маршруты просчитываются так, чтобы ни на одном этапе команды не пересеклись. Тоже интересный вариант. Он снимает ряд сложностей по количеству задействованных сотрудников, по количеству задействованного реквизита. Но не настолько хорош в плане мотивации, потому что немного снижена конкуренция. Следующий вариант – это штурмовой. Название произошло, конечно же, от мозгового штурма. Участники получают все задания сразу, сколько бы их ни было – 10, 12 или всего лишь 3. И сами решают, в какой последовательности они будут их выполнять. Для такого штурмового варианта локационный квест совершенно не подходит. Представляете, вы выпустите команды, и они будут бесконтрольно бегать и перемещаться. Это не тот вариант. А вот для информационного квеста, когда они получают задания, распечатанные на листочках, они работают с книжной выставкой или с какими-то интернет-ресурсами. Штурмовой вариант очень подходящий. Так. Ну и последний вариант – это скрытый маршрут. Очень интересный и редко используется. Дело в том, что скрытый маршрут скрыт только от участников. Они не знают сами, в какой последовательности они будут проходить задание. А организаторы, конечно, этот маршрут знают заранее. Например, в одном предмете спрятана подсказка на другой предмет. В том, в свою очередь, на третий предмет и так далее выстраивается цепочка. Участники должны найти конец этой веревочки и потихонечку размотать весь клубок. То есть вот такой вот скрытый вариант маршрута. Хорош к квестам сюжетным, когда наши участники стремятся к какой-то цели, разгадывают какую-то детективную загадку, распутывают интригу. То есть как раз в том случае, когда самая главная ценность – это игра. И пройти игру, разгадать все эти задания – это является самой главной наградой. Тут есть немного другая сложность. Если вы проводите квест по скрытому маршруту, если самым главным является сюжет и интрига, то как только первая команда закончит проходить свои задания, для остальных команд они станут уже неинтересны, потому что вот победитель уже есть. Цель на всех одна и достигнуть ее может только кто-то один. Как видите, разные варианты маршрута, разные варианты квеста, разные мотивации сочетаются между собой. Какие-то варианты совершенно не жизнеспособные, а какие-то содержат в себе большой потенциал. Четвертый вопрос, который мы задаем себе при организации квеста – а сколько человек будет играть? Фактически квест можно провести и на одного участника. Можно провести на одну команду, на несколько команд с постоянным составом, или, например, предложить игрокам прямо во время игры перегруппироваться, так как им больше нравится. Опять же, если вы посмотрите опубликованный в профессиональной печати сценарий, вы найдете варианты самые разнообразные, хотя в большинстве квестов не упоминается, сколько играет команда. И создается впечатление, что вся игра проходит для одной команды, которая условно состоит из класса 15-20 человек. Это слишком много для того, чтобы каждый участник почувствовал себя героем квеста, смог выполнить какое-то задание, смог преодолеть какое-то препятствие. В каком случае могут потребоваться такие странные варианты, как индивидуальный квест? Например, каждый веб-квест – это индивидуальный. Человек садится один перед компьютером и его проходит. Конечно, существуют варианты веб-квестов и предполагающие командное участие, но фактически за компьютером, за мышкой находится один человек. Он может быть и капитаном команды. Однокомандный квест – тоже интересная форма, которая редко используется. В этом случае каждому участнику раздается роль. Например, один капитан, который решает, какое задание они будут выполнять. Второй фотограф, который тут же делает такой мини-фоторепортаж о квесте. Третий человек, не знаю, скрывает конверт и читает задание. Четвертый – бегает ищет книги на полках, про которые написано на листочках заданий на каких-то этапах и так далее и тому подобное. То есть вот водокомандный вариант – это разделение обязанностей, когда людей много и нужно задействовать каждого. Многокомандный вариант – это самый обычный. Мы делим класс условно на три части, и вот три команды у нас начинают соревноваться между собой. И последний вариант – переменный состав. Это для тех случаев, когда квесты проходят достаточно долго по времени. Предположим, квест идет неделю, месяц. Естественно, за такое время состав команд может поменяться. Поэтому сразу можно дать на это участникам добро, это же прописать в положениях. Все, о чем мы сейчас говорим, все организационные моменты, конечно, прописываются в положениях о квесте. И вот мы добрались до самого страшного врага любого квеста. Это даунтайм. То время, которое человек проводит бесполезно, ничем не занимаясь. То же самое, что в очереди к врачу. Он просто сидит и ждет, пока до него дойдет очередь, пока дойдет время до следующего задания. И минута за минутой он теряет интерес к вашему квесту. Поэтому способов борьбы с даунтаймом придумано великое множество. Тот список, который я привела на экране, это далеко не полный. Вы можете придумать что-то свое. Самое главное, занять участников, чтобы они никогда не скучали. Возьмем типичный пример. Вы все-таки придумали слишком сложное задание. Команда подошла к нему, не смогла решить и остановилась. Что им делать дальше? Пропустят их на следующее задание или нет? Вычеркнут какие-то баллы? Оштрафуют? Предложат замену какое-то другое задание? Или будут бегать и согласовывать с организаторами, как же все-таки поступить в данной ситуации? Выбирайте для себя сами. Самый простой вариант – это автопереходы. На каждое задание, на каждое, там дается, предположим, 15-20 минут. Время прошло, автоматически команда переходит дальше. Другой вариант – это подсказки. Подсказки тоже сразу должны быть продуманы. Не то, что сопровождающий команду сотрудник решил подсказать, видя, что они не справляются. Нет. Я дам вам подсказку, но через 10 минут после получения задания, не раньше. Или, да, я дам вам подсказку, но она будет штрафной. За это с вас спишутся итоговые баллы, итоговые 10 баллов. Решайте, сами будете брать или не будете брать. То есть вот такими вот добавлениями к квесту мы всегда регулируем время прохождения команд. Бонусные задания. Нам нужны для того, чтобы избежать ситуации, когда у нас две команды столкнулась на одном и том же этапе. Если вы знаете, в локационных квестах это достаточно проблемно, когда одна команда уже подошла в помещение, а вторая команда оттуда еще не ушла. В этом случае хорошо держать под рукой 2-3 бонусных задания. Они могут быть очень простые. То же самое. Сделать селфи на фоне какой-то определенной книги. Сделать селфи как можно с большим числом сотрудников библиотеки. Нарисовать портрет самого любимого писателя. Такие бонусные задания, во-первых, помогут развести команды, чтобы они не столкнулись по уровням. Они могут поощрить инициативу, когда человек заранее готовился к квесту, заранее продумывал, учил биографию писателя, читал какие-то книги. Или просто помогут компенсировать потраченное зря время. Не справился с этим заданием, реши задание попроще. Как правило, 2-3 бонусных задания достаточно для того, чтобы исправить любую такую возникшую ситуацию. Команды дошли до финиша. Самый волнительный этап определения победителей. Как обычно проходит именно этот момент? Тоже, пожалуйста, прошу ваши комментарии. Надеюсь, тоже найду что-то интересное и полезное для себя. Как проходит церемония определения победителей? И что происходит после нее? Определяем победителей мы обычно, конечно, достаточно простыми способами. Всего вот три варианта более чем достаточно. По времени прохождения. То есть, кто пришел первым, тот и молодец. По достижению цели квеста. Тут у нас может быть только один победитель. Первого, второго, третьего места быть не может. И по набранным очкам, которые даются команду в процессе прохождения. Итак, происходит подсчет баллов. Я вижу первый комментарий. Пачка. Но церемония. Как это обставлено? Ведь это очень важно. Представьте, вы сделали красивый атмосферный квест. Участники его прошли. Затем вы их посадили в зале. Ушли подсчитывать баллы. Участники сидят, скучают. Настроение теряется. Потом приходите, объявляете победителя. Вручаете призы. И все. Все участники победителей когда-то шли до финала. Да, тоже вариант. Но не хватает вот этой маленькой церемониальности. Все-таки. По времени, по точности, релевантности ответов. Торжественно. Торжественно. Итак. Во-первых, подведение итогов должно быть открытым. Включить занимательный ролик или запись прохождения квеста. Чудесно. Я знала, что найду какой-то новый для себя вариант. Запись прохождения квеста – это отличная идея. Подсчет итогов у нас проходит всегда в открытую. То есть команды должны понимать, почему победила одна, а другая команда заняла только второе место. Стала вторыми победителями. Желательно, чтобы команды до самого финиша не могли легко определить, кто из них выиграет. Вот это напряжение, вот эта интрига и конкуренция должна держаться до последнего. Поэтому, может быть, баллы начислять скрыто. Можно ко времени прохождения прибавлять бонусные за самые лучшие ответы. Или вычитать штрафное за нерешенные задачи. И вот в этот самый последний момент, когда команды собрались, но еще никто не знает, кто победитель, как раз у нас проходит открытое подведение итогов. Обязательно объясняются правильные ответы на вопросы и дается возможность командам обсудить между собой, кто как проходил задание. Особенно это важно как раз в информационном квесте. Ребята будут рассказывать, как они нашли ответ на тот или иной вопрос. Библиотекари предложат свои варианты. Может быть, скажут, как проще это было найти в книге. Или, может быть, предложат другую книгу, в которой ответ написан более явно. Вот именно это финальное обсуждение прохождения квеста очень хорошо оформляет награждение победителей. То есть провели открытый подсчет, награждение и обсуждение. В каком порядке выстраивать, уже зависит от вашей аудитории. И напоследок, немного залезу в сюжетную составляющую. Это агенты и артефакты. Агенты, все люди, все сотрудники или не сотрудники, задействованы в проведении квеста. Актеры, те сотрудники, которые следят за порядком, те, кто помогает найти информацию в книге. Вся публичная работа во время квеста. Например, в театрализованных квестах агентам уделяется большое внимание. Берут костюмы, гримируются, учат свои роли. Артефакты – это предметы, которые используются при проведении квеста. То есть, как я говорила уже, главный наш артефакт – это книга. Что еще может быть? Бланки ответов, какая-то справочная информация, ксерокопии из периодических изданий. Наша задача при проведении библиотечно-информационного квеста – это сократить количество сотрудников вплоть до того, чтобы любой квест мог провести один человек. Это идеальный вариант, который можно разыгрывать в любых декорациях и в любых условиях. И увеличивать количество книг, которые будут задействованы во время квеста. То есть, не просто книжная выставка, а книжная выставка, с которой участники работают. Так, а теперь давайте посмотрим, снова с самого начала посмотрим, какие варианты организации квеста я вам предлагала и выберем самый подходящий формат для проведения квеста именно в библиотеке. Я сейчас перед вами на экране все вот эти моменты, про которые мы поговорили, или, по крайней мере, про большинство из них мы проговорили, показываю. Прошу ваших комментариев на тему, какие организационные составляющие наибольшие подходят для библиотеки, какой тип квеста, какой маршрут, как организовывать команды. То есть, наша задача сократить число сотрудников и увеличить число книг. Ну, я вообще добавила сократить число задействованных помещений. Все-таки легче работать, когда все под присмотром находятся в одном помещении. Но если очень много участников вы наберете, конечно, придется разводить по нескольким залам. Итак, по очереди напоминаю. Тип квеста информационный, локационный и артефактный. Я считаю, что для библиотеки больше всего подходит вариант с информационным квестом. Конечно, в сочетании информационный, например, с какими-то артефактами. Информационный, может быть, с какими-то локациями. Чудесно, я рада, что вы со мной согласны. Мотивация. Ну, про мотивацию мы отдельно говорить не будем. Понятно, что любая мотивация имеет право на существование. Она зависит от ваших возможностей и от возможностей организации. Какой маршрут? Грамота. Я думаю, что грамоты надо делать в любом случае. Потому что, ну, ведь это приятно не только получить приз, но и получить какое-то подтверждение того, что действительно в этом вы принимали участие. Так, какой маршрут? Маршруты у нас бывают линейными, последовательными, штурмовыми и скрытыми. Да, сертификат на услуги библиотеки. Я помню этот вариант. Он тоже сам по себе очень хорош. Другое дело, какие именно услуги оказывает библиотека. Если у вас какие-то платные услуги, то этот сертификат будет ценится выше. Так, читаю варианты. Последовательные. Большинство за последовательные. Это самый контролируемый вариант. Да, тут вы можете развести порядок прохождения квеста таким образом, каким удобно именно вам. И штурмовой вариант, который по популярности в ответах, тоже самый штурмовой вариант, очень удобен. Здесь он тяжелее поддаётся контролю, но удобнее в плане организации. Если участник видит, что для решения задания кто-то занял книгу, кто-то занял какие-то бланки, дополнительный материал, он просто перейдёт к следующему заданию. То есть штурмовой вариант больше работает на самоорганизацию. Он подойдёт для более взрослой аудитории, но с ним, конечно, не справятся дети дошкольного и начальной школы. Так. Варианты победы, как они у вас организовываются. Я уже посмотрела. То есть, опять же, варианты победы, варианты финиша и подсчёта очков вы выбираете сами, так как вам удобнее. Если больше творческих заданий, то, конечно, лучше оценивать по очкам. Если задания больше на физическую силу, на реакцию, на выносливость, больше подходит вариант по времени. Для информационного квеста, конечно, это подсчёт по очкам. Самый подходящий вариант. Что вы скажете насчёт команды? Сколько человек могут участвовать в таком квесте? И на сколько команд их можно разделить? Опять же, исходя из вашей практики, вот для проведения, с каким количеством участников вы справитесь? Здесь, так, 2-3 команды по 5-6 человек. Да, 5-6 человек это вполне такая контролируемая себе группа. В наших квестах участвовало 90-100 человек. Итак, варианты совершенно разные. До 100 человек и начиная, наверное, человек от 10-15. На самом деле, в таком библиотечно-информационном квесте может участвовать любое количество человек, сколько вместит в помещение. И любое количество команд можно разделить на группы, а можно предложить проходить индивидуально. Так, 8 человек в команде, да. Тоже подходящий вариант. Итак. Конкурентная игра без ограничения числа участников построена на самостоятельной работе с книгой и выявлением победителя по сумме начисленных баллов. Вот такое определение я предлагаю для библиотечно-информационного квеста. Как видите, здесь у нас есть мотивация. Это именно конкуренция. Когда все участники находятся в одном помещении, они сразу видят, кто вырывается вперед, кто решает здание быстро. И это подстегивает их желание проходить этапы быстрее и быстрее. Без ограничения числа участников. Это самый такой, наверное, для вас спорный момент. Как можно провести полноценный квест, требующий подготовки на неограниченное число, не зная заранее, сколько людей придет. Наши библиотеки, в принципе, к этому готовы. Что нам потребуется для проведения квеста? Нам потребуется помещение. Нам потребуются распечатки, раздатки, то есть планки для ответов, планки с заданиями. Нам потребуется книжная выставка. Если есть возможность выставить несколько экземпляров одних книг, это замечательно. Нет, тогда идем от штурмового принципа. Команды самоорганизовываются, сами решают, в какой последовательности будут выполнять задания, какие книги будут брать. Далее мы можем спокойно воспользоваться проектором или телевизором, то есть какую-то часть информации продублировать. Какую-то часть информации мы можем распечатать в виде плакатов, например, правила участия, или те же самые задания, когда любой участник может подойти и перечитать, какие задания ему предлагаются в квесте. Как видите, вопрос вполне легко решается. Если слишком много человек набирается, тогда, конечно, можно их разделить на два зала, но это не всегда удобно. Далее. Построены на самостоятельной работе с книгами. То есть книжная выставка у нас здесь играет ведущую роль. Все книги подбираются таким образом, чтобы в них были ответы на задания квеста. Некоторые книги не содержат этих ответов. Они нужны для того, чтобы человек поискал информацию, поработал сразу с несколькими источниками. Выявление победителя по сумме начисленных баллов. То есть это как раз тот вариант финиша, который среди ваших ответов оказался наиболее популярным. За ответы на те или иные задания начисляются баллы. Например, нашел название нужного произведения, вписал его в бланк, получил два балла. Если не просто вписал ответ, но и сделал какое-то пояснение, может быть, ход мыслей своей пояснили, может быть, немножко шире раскрыл тему, тогда можно поставить и больше баллов. В конце концов, рисунок главного героя нарисовал на полях бланка. Все это можно оценить и все это можно поощрить. Ну а теперь, как это выглядит на практике. Перед вами фотографии проведения вот такого библиотечно-информационного квеста на Библионочи, посвященной творчеству Маяковского. Слева находятся два бланка заданий, то есть это два вертикальных бланка, в каждом из которых находятся по три вопроса. Первый вопрос – это расшифровка аббревиатуры. Для этого, во-первых, находится словарь аббревиатур на книжной выставке. Во-вторых, все эти аббревиатуры можно найти в конце книг о творчестве Маяковского или в конце полного собрания сочинений. Как правило, участники квеста не знают, в большинстве действительно они не знали о том, что в конце книги можно найти такую информацию. И для них это оказалось полезным, что открываете сразу последние страницы и ищите список сокращений. Второе задание – это фотокопия. Здесь задания разного типа. Даются фотографии либо самого Маяковского в разных ролях и нужно определить фильм, либо рукописи каких-то стихотворений и нужно найти это стихотворение, либо, как здесь, на левом примере, список участников одной из его пьес. Все фотокопии, опять же, протестированы, то есть это не просто там даны задания, обязательно они были протестированы на несколько людях. На фотокопии они разбирали вот эти вот строчки и потом уже либо на память, либо молодое поколение пользовалось интернетом, они легко находили, собственно, нужный стих. И последнее задание, более сложное, этот этап назывался футуризм. То есть здесь нужно было найти какую-то информацию о жизни автора или найти какие-то неологизмы, слова, придуманные Маяковским, в одном или в другом произведении. Тут, конечно, в первую очередь работало полное собрание сочинений, в котором можно было найти. На третьем задании участникам выдавалась подсказка. То есть подсказка, если через какое-то время и как минимум с одной попыткой решить задачу самостоятельно, им давалась подсказка на номер тома. Дальше они уже искали сами. Точно так же в конце полного собрания сочинения есть комментарии ко всем опубликованным произведениям и все эти неологизмы легко находились как раз вот в этих комментариях. Справа фотографии того, как квест проходился. На столе находятся книги, лежат листочки. Всего было 8 вариантов заданий. То есть те, кто интересовались, они пробовали решить все 8 вариантов. Кто-то решал только один и уходил. Книжная выставка дополнялась и выставкой не книжной, какие-то предметы той эпохи. Но это уже был необязательный элемент просто для того, чтобы немного погрузить участников в атмосферу. Если по этому квесту есть какие-то вопросы, я могу рассказать о нем подробнее. Но в принципе, по нашей с вами классификации все просто и понятно. Квест информационный, задания штурмовые, подсчет баллов не производился, просто по достижению цели решить все три вопроса. Нет, это не задание для двух команд. Квест все проходили индивидуально. Кто-то, конечно, объединялся. Например, если человек пришел на мероприятие с другом, они вдвоем и решали задание. Но, как правило, каждый брал к себе свой листочек. Также, когда мы сочиняли задание для квеста, мы обращали внимание на принцип предельной сложности. То есть, примерно, зная свою аудиторию, старшеклассники, студенты, и далее, без ограничения по возрасту, мы могли предположить, какое сложное задание мы можем дать. И для тех, которые были достаточно сложны, мы просто готовили подсказки. Специально уровень сложности не занижали. Благодарю. Там действительно была интересная идея, интересно было его проводить. Это далеко не единственный такой квест у нас к задумкам. Как мы оценивали участников? Еще раз повторю, что это квест по достижению цели. Решить все три задания. Никакие баллы не ставились, никакие призы здесь не выдавались участникам. Это просто был способ времяпровождения. Люди пробовали свои силы. Были те, кто совершенно спокойно, на память не пользовались литературой, либо интернетом, спокойно отвечали на все три вопроса. Были те, кто оставались рядом с книжной выставкой на полчаса, перелистывая книги и упорно искали ответы. Никаких ограничений в этом плане мы не задавали. Вижу, что вопросов пока нет. Тогда теперь у меня вопрос для вас. Сейчас я открою на экране граничные условия для квеста, а вы попробуйте предложить ваши варианты, как его можно организовать и провести. Итак, следующее задание. Нам нужно повысить книговыдачу. Для чего мы собираемся провести информационный квест с линейным, то есть одинаковым для всех маршрутом, без ограничения числа команд и участников. При этом квест будет достаточно долгим, проходить в течение месяца. Но в качестве сюжета я примерно выбрала великих изобретателей. Это не обязательно. Число этапов, то есть заданий, которые получают участники, от трех до шести. То есть сколько успеют решить за месяц. Пожалуйста, ваши варианты, как можно организовать вот такой вот немножко нестандартный вариант квеста. Я потом расскажу тот вариант, который вот мы придумали по таким условиям. Что здесь в этих условиях является самым сложным, да, вот так, с моей точки зрения? Это, конечно, придумать квест так, чтобы действительно он соответствовал цели, повысить книговыдачу. И придумать, как это можно делать в течение месяца. То есть вот эти вот два условия, с моей точки зрения, являются самыми сложными. Все остальное легко уже накладывается сверху. Так, ну пока нет комментариев, даю подсказку. Все задания мы можем разложить по конвертам, подписать их по порядку. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И выдавать их участникам определенным образом. Каким? Так, после прочтения заданной книги. Так, по результатам выполнения шага, то есть предыдущего шага, предположим. Так. Ну да, в принципе, так мы и предполагали. Так, после ответа на определенный вопрос из книги, тоже хороший вариант. Название у этого квеста «Загадка да Винчи», тоже когда-то модная тема, да? Мы подбираем книги, подходящие по тему великих изобретений или великого изобретателя. То есть формируем либо книжную выставку, либо формируем отдельную полку. Для того, чтобы принять участие в квесте, нужно прийти и взять на руки одну из книг на этой полке. Пока библиотекарь выписывает, делает запись в формуляре, он вкладывает в книгу конверт с соответствующим номером. В конверте все условия участия, задания, может быть, бланк для ответа, который нужно вернуть при сдаче книги в том же самом конверте. Таким образом, библиотекарь видит, какое задание нужно выдать следующее, когда читатель берет следующую книгу. Дни недели или дни рождения изобретателя. Это могут быть варианты заданий. То, как можно зашифровать. Например, он берет книгу по Леонардо да Винчи. Напишите в бланк слово, которое находится на странице книги, соответствующие первым двум цифрам в годе рождения изобретателя. И по счету он на этой странице соответствует последним двум цифрам в годе рождения изобретателя. То есть вот такой немножко закрученный вариант. Но тут и книга играет роль. И выдаем мы их постоянно участникам квеста. Присоединиться к квесту можно, предположим, в течение всего месяца, без каких-то ограничений. И, в принципе, число игроков ограничено только количеством книг определенной тематики в вашей библиотеке. И затем подведение, конечно, итогов. Подведение итогов можно сделать и дистанционно. То есть вот такой вот простой вариант квеста. Пишут, что все зависло. У всех зависло? Хорошо. Я рада, что все хорошо. Вот такой вот простой вариант квеста можно создать по заданным условиям. Так. Если в заданиях квеста есть привязка к книгам, необходимо учесть их экземплярность. Да. Поэтому задание можно сделать непривязанным к книгам. Книга в этом случае будет являться триггером, по которым человек принимает участие в квесте. Возьми любую книгу и получи задание. Возьми любую книгу и получи следующее задание. То есть если у нас в квесте шесть этапов, то большая часть участников возьмет за этот месяц как минимум шесть книг домой. Так. Ну а сейчас я готова ответить на ваши вопросы по библиотечно-информационному квесту. Должна сказать, что варианты, которые вы предлагали, очень интересны. Я обязательно их добавлю в наш арсенал, как можно и вознаграждать читателей, и какие варианты заданий и организаций можно добавлять. Так. Как вы считаете, при выборе форм квеста и его разработки, что важнее, форма, которая интересна участникам, или форма, которую легче подготовить и провести сотрудникам библиотеки? Так. Хороший вопрос. Я считаю, что в первую очередь надо идти от формы, которую удобнее провести сотрудникам библиотеки и стараться, чтобы именно эта форма стала интересна участникам. В первую очередь для создания квеста мы должны чувствовать себя уверенно, не должны вымучивать из себя какие-то задания. То есть все-таки в первую очередь я рекомендую подбирать то, что интересно вам, и увлекать этим уже ваших читателей. Так. Сколько квестов вы уже провели? Ну, в том или ином формате, если говорить про количество квестов, про разнообразные варианты, то около пяти вот таких вот вариантов. Если считать количество групп, то нет, я вам не смогу посчитать, сколько человек их прошло. Так. Давайте еще минуту, если еще есть какие-то вопросы. Благодарю. Это действительно очень интересная тема, и мы с удовольствием по ней работаем. Я работаю в библиотеке имени Маяковского в городе Кургане. Так. В каких методических журналах можно найти материалы квестов? Эти журналы вы можете скачать презентацию, и вот на втором слайде здесь список из некоторых самых удачных, с моей точки зрения, квестов в литературе. Так. Здесь у нас дали ссылку на материал. Сейчас я его скопирую. И еще раз отправлю. Вот так. Так. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим Анастасию за вебинар, который вызвал такой большой интерес. Сегодня у нас снова было более 200 посетителей. Это очень здорово. Значит, мы здорово попали в тему. И наше с вами голосование не зря было. Мы действительно определили темы, которые были полезны для нашей аудитории. Я благодарю также нашу аудиторию за то, что сегодня вы были так активны и активно работали с Анастасией внутри нашего вебинара, отвечали на ее вопросы, задавали свои и так далее. Ну что ж, у нас эта неделя короткая. Остался один день завтра. И завтра будет мой вебинар. Приходите, будет тоже интересно. Завтра мы с вами поговорим о геосервисах, геоинформационных сервисах и о таких инструментах, которые вам позволят работать интерактивно с картами и создавать интерактивные элементы учебного контента на основе геосервисов. Всего доброго. Приходите к нам в Директ Академию. Будет интересно. Встретимся на новых вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok